Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас аргентинский певец и преподаватель по вокалу Эмма Ариас. Всем приятного просмотра! Всем салют! Приветы, котлеты! Как ваши дела? Ну и как у нас тут уже завелось? Сегодня новое видео! И конечно же, это реакция на Димаша, которого мы все любим как ненормальные! Сколько нас тут вообще? Пять с половиной тысячи подписчиков! Что за дела? Даже на казахской свадьбе людей побольше! Так что, если вы до сих пор не подписаны, я вас сейчас по одному убивать буду! Ютуб мне тут шепнул, что большинство людей, которые нас смотрят, не подписаны на наш канал! Как же так? И это после всего того, что между нами было. Итак, сегодня у нас Димаш. Снова Димаш. На этот раз эта песня о Дажо. Было много рекомендаций на эту песню. И я с охоткой принял этот запрос, потому что хочу напрочь сорвать свою крышу. Хочу так расколошматить свой чердачок, что по шифер стрелял. Сейчас будет интро. И мы сразу начнем. Поехали! Какое красивое место! Сцена, о которой можно только мечтать. Что за дела? Ничего ж не слышно! Ох, что я слышу! Когда микрофон находится в такой непосредственной близости, это придает некую интимность. И в нем столько харизмы. В нем столько экспрессии. Все это выглядит очень театрально. Есть какая-то связь. В общем, есть контакт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы слышали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это ж так сложно сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Слушая это, просто невозможно не двигаться. Слышали это? Вот так диковинко. Боже мой, он опять на коленях. О боженька. Димаш Кудайбергенов, ваши аплодисменты. Браво. Ох, ёшкин. А вот и девчата. Я уже говорил это в первый день. Они что там, бесконечные что ли? Походу после этого концерта Димаш открыл цветочный магазин. Спасибо вам за приглашение. Приезжайте в Казахстан, мы вас любим. Не догоняю, о чем он сказал. Но я понял, что он сказал что-то доброе. Вообще, когда кто-то говорит что-то от души, неважно на каком языке, ты чувствуешь это сердцем. Ребята, хотел бы еще добавить про положение его тела во время пения. Он использует положение своего тела прям как магию. Потому что во время пения или во время репетиции очень важно следить за положением тела. Можно наклонить корпус вот так чуть-чуть вперед, чтобы соответствовать направлению звука. И этот безумец так и делает. Я просто парализован. Всем спасибо за внимание. Какое показательное выступление. Несмотря на то, что были проблемы со звуком, Димаш показал, что он настоящий профессионал. Он показал, что он всегда поет вживую. Подписываемся на Эму. Подписываемся на наш Телеграм. Всех люблю. Всех обнял. Пока.